Привет, мои дорогие ухилианты! Ну что, вы, во-первых, не люди, во-вторых, вы приплыли. Вы приплыли почему? Потому что если вы не являетесь близкими к офису президента, к окружению президента, к министру обороны и прочее, и прочее, и прочее, в принципе, список очень длинный. Если вы думаете, что надо быть каким-то супер особенным для того, чтобы не попасть на фронт, так это не так, конечно же. Достаточно иметь подругу, жены, любовницы, какого-то Васи из офиса президента, и ты уже на фронт не попадешь. Это знают все, в принципе. Ну или если у тебя есть баблишка. Те, у кого баблишка хватает и плюс есть желание свалить, они, конечно, валят. Ротозеев всевозможных и лохов всевозможных из деревень, ребят, которые накопили эти деньги, может, мама хату продала и две коровы, чтобы он смог уйти, но он не может чисто уйти, их регулярно ловят и показывают. Вот, смотрите, свои трофеи. Многие из них тонут, многие из них замерзают. Ну какая хрен разница, правда? Жалко, конечно, что мобилизационная единица где-то отмерзла. Наблюдается уже целая кампания. Мало того, что стыдят вот таких вот ухылянцев, их уже и расчеловечивают. Расчеловечивают их регулярно, я не знаю почему, но бойцы бывшего Азова. Мы это уже показывали в свое время, где там рассказывают, кто такие эти люди, которые не хотят воевать. Про святую, святую обязанность рассказывали, про святой долг мужской. Короче, мы рассказывали уже о том, что это долбанное государство, которое никогда ничему, никому не давало, только всегда пыталось забрать, нахлобучить и отделать, короче, вот, что ему, оказывается, все должны. Но не надо вот сейчас вот пытаться, это государство, это страна, ну ты там должен идти там. Если я должен, то пускай вместе со мной пойдут дети Данилова. Все, все чисто. Но продолжается это расчеловечивание, вот очередной, и опять-таки, судя по нашивке, тот же самый. Сначала идет мобилизация, и в этом уже проблема ТЦК и государства, как в целом. Во-первых, они не могут мобилизовать людей на улице, они дают одну повестку, ему потом другу, третю, он не хочет ее брать. Еще что-то идет, потом через полтора года его только дать полиции, дают ему штраф, 4000 гривен, потом через полтора года еще его ловят, еще 4000 на третий раз ему идет криминальная ответственность. Представляете, как долго надо ловить такого козла, который не хочет идти на фронт, выполняет свою святую обязанность, до того момента, как его наконец-то не сжахнут уголовкой. Тут, кстати, я вчера публиковал в своем Телеграм, мужик в Луцке отказался идти служить, потому что у него туберкулез. Ну ему дали три года. Еще в апелляции есть шанс. Три года натуральной тюрьмы. Треба, чтобы спершу была криминальная ответственность? Конечно, сразу криминальная ответственность. Что значит не хочу брать, значит не буду. Розпроделась купа всяких юристов. Развелось, понимаешь, всяких юристов. И они, эти юристы, рассказывают, что по закону. Какой закон? Какой закон? Ты где живешь? Ты в Украине, детка. Забудь про какие-либо законы. Ты животное. Ты хуже животного. Ну ты не умный человек точно. Ну раз вот. Ну, в мрази юристов, в мрази этих, я не знаю, как сказать, отказников, я не понимаю. Ухилянти. Ухилянти было точно. Попри то, что делается в Украине текать от войскому мату, это просто якою мразью взагалі нужно быть. Просто, знаете, накипая. Не хочешь возвращать свой долг? А почему эти проценты набегут, а? Собака ты, не человек. Я не против отношений того, что люди там відпочивають и гуляют, но текати від своего обов'язку. И взагалі, як ты після цього можна называться людиною як такою? После этого однозначно такие люди называться людьми не могут, не имеют права. Смотрите, это не закончилась война. Вот когда закончится, тогда еще начнется, я воевал, из тебя кровь проливал. Причем начнут это в первую очередь те, кто получили участника боевых действий, не выезжая туда или выехав на один час. Я смотрю регулярно по инстаграму таких вот, качки какие-то еще, что-то он там один... Они проводят натурально фотосессию. То есть, ну видно же, когда люди реально воюют, в какой грязи с этими мышами, жесть, да? И я вижу те, которые проводят фотосессию. Красиво, свет выставлен, с пулеметом там и так далее. И вот они уже дома, рассказывают, ну я же, говорит, доброволец. Интересно так получается. То есть, ты доброволец, можешь выехать на день, вернуться и сказать, ну все, я же уже был добровольцем. Это великолепная отмазка, но опять-таки для своих. При этом начинают сгущаться тучи уже и над теми, кто в Европе. Мы говорили много раз, я говорил о том, что это невозможно. Технически невозможно это выполнить. Потому что выслать на родину человека, который не хочет, чтобы его высылали на родину, это очень сложно. Есть балтийские страны. В балтийских странах это решалось просто бетоном. Так называемый бетон колют, человек превращается в мумию, его загружают в принципе и отправляют. Вы же понимаете, что никто отдельно самолеты не гоняет. А пассажиры, если видят, что человек буянит и не хочет там лететь, пассажиры принимают решение капитан судна и так далее. Это очень сложно. Вот через границу перекинуть на машине, это уже проще. И вот я слышу, как представители Эстонии заявляют, что они таки могут помогать искать вот таких вот ухэлянтев у себя на территории. Я замечу так. Я считаю, что люди, которые отправляются сейчас в трудные времена в эти балтийские страны, они вообще нас по унорозуму. Я считаю, что люди, которые по своей воле едут туда, где законы не исполнялись даже до войны, ну просто глупые эти люди. Это лично мое мнение. Не обижайтесь. Но голос подала Германия. Германия ранее была страной, где законы, конечно же, исполнялись. То есть это Западная Европа, там совсем другое отношение к законам. И поэтому наши ухэлянты, немало из которых, кстати, бегают с флагами и кричат, как надо родину любить, находясь там в Германии. Недавно тоже публиковал, там интервью было с нашим. Он рассказывал, что я здесь делаю больше. Ну, конечно, ты здесь делаешь больше. Но они рассчитывали на то, что в Германии будут выполнять закон. И поэтому им ничего не грозит. Однако же, оппозиционная партия Германии, а вы же понимаете, что сейчас в Германии то, что называется властью, да, она уже зашкварилась так, что властью это больше не будет. Да, однозначно понятно. Понятно, что Шольц стал самым ужасным правителем за все время. Понятно, что все вспоминают там фрау Меркель и так далее. И оппозиционная партия, причем представленная хорошо в парламенте, начинает заявлять, что необходимо действительно такое делать. Необходимо отправлять назад. На это все сверху наденем кризис. Очевидный кризис в Германии. 70 миллиардов. Долго. На это все наденем невозможность немцев уже снабжать пособиями украинских беженцев. Ну, конечно, у них еще есть возможность. Этот поезд еще будет ехать. Но уже все понимают, что с этим надо что-то делать. Беженцев становится все больше. Иммигрантов становится все больше. Ну, а денег больше не становится. И поэтому я думаю, что тут могут начать искать, как бы это ужасно не звучало, могут начать искать лазейки для того, чтобы снять бремя с бюджета. Понимаете? Облегчить нагрузку на бюджет за счет украинских вот этих мигрантов. Каким-то образом придумать себе, что этот закон никакой не нарушается, что они помогают Украине. Я думаю, высылка в любом случае предусмотрена законодательством. Другое дело, что она до этого не работала, потому что границ нет. И, может быть, начнут в этом направлении двигаться. Кто их двигает в этом направлении? Кто пытается их растрясти? Умеров. Министр обороны Криатура Зеленского. Он сделал заявление. Потом они обычно заявление забирают или говорят, что они их не так поняли. Но сейчас поняли уже однозначно. Умеров говорит прямым текстом. Не хватает людей, поэтому надо бы каким-то образом разработать механизм для того, чтобы доставать их из Европы. Умеров является крупным специалистом по доставанию людей. Вот это брат Умерова. Брат Умерова проживает в Соединенных Штатах Америки. Это папа Умерова. Папа Умерова, разумеется, проживает там же. Ну а где ему еще проживать? Вы вдумайтесь. Ну Крым же забрали. Ну что поделать, да? Ну в общем, вот это дом Умерова, он стоит 800 тысяч долларов. Он там же находится. Конечно же там же находится его жена, дети. Но в всяком случае я не слышал, чтобы они переехали назад в Украину. Я вообще с удивлением так смотрю иногда. Там гулял по парку в Мадриде. А там стоят крымские татары, продают какие-то поделки крымско-татарские. А что в Украине нигде места не осталось уже? Ну просто мне интересно. Мне же кажется, что крымские татары должны в первых рядах идти отвоевывать Крым. Или мне просто кажется. Ну какое-то странное такое представление о патриотизме, не? Ну это пустое, это отдельно. Короче, смотрите, он там укоренился в Штатах. Поэтому умеров его доставать, конечно, не будет. Да и причем, посмотрите, он же любит родину. Вот у него в соцсетях флажки украинские, девочки в вышиванках и так далее. Этого достаточно, правда? Кого же будут доставать? Мне кажется, что начнут доставать, как по привычке, самых забитых. У которых нет денег на то, чтобы осуществлять себе юридическую защиту. Которых можно запугать и так далее. Обратите внимание, во что уже превратилась армия. Ну то есть, я смотрю иногда на фото, там видео, все такое. Иногда ко мне приходят, там что-то поругать меня. Им лет по 70, наверное. Да это дом пенсионеров. Это уже дом пенсионеров. Умеров заявил, что сейчас желает немножко расширить рамки и призывать с 25 до 60. Все то, о чем мы говорили раньше, о том, что в Европе чтут закон. Что это просто технически невозможно и так далее. Швейцария меркнет перед теми новшествами, которые делает сейчас Европа. К примеру, там Швейцария не входит в Евросоюз. Но вот Швейцария, к примеру, полностью забила на свой нейтралитет. И теперь уже люди несут деньги не в Швейцарию, а в Объединенные Арабские Эмираты, к примеру. Что станет со Швейцарией в скором времени? Мне там говорят, там промышленность есть. Ну посмотрим, как говорится. Немцы те же самые решили забирать деньги у русских для того, чтобы пополнить бюджет. Раньше это называлось просто кража. И вот такие вот всякие новшества, я думаю, что они, возможно, додумаются до того, чтобы разгружать бюджет путем отправки назад. Каким образом? Как это технически исполнять? Возможно, выдавливая как-то. То есть, давай там условно какой-то белый билет, и ты не можешь получить работу. Это не пугалки. Вы просто посмотрите, как все развивается. Если раньше наши черти, у которых дети всех за границей, боялись говорить о таких вещах, то сейчас они прямо говорят. Вперед, вперед. А на телеканалах, причем это канал Порошенко, где дети Порошенко? Сколько детей Порошенко воюют? А? Нет, они в Лондоне все. Но на канале Порошенко рассказывают, что даже людьми назвать нельзя тех, кто не желает отдавать свой святой долг этому долбанному государству. Которое я, к примеру, не уважаю ни на один грамм. И я думаю, если бы объявили отказ от гражданства в обмен на непоход на фронт, ну мы бы посмотрели. Что, ошибаюсь? Пока.